Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале и в рубрике обзоров. В прошлом обзоре, в первом, скорее всего, который я делала, в комментариях меня спросили, как я отношусь к оракульным колодам. К ним я отношусь прекрасно, замечательно, но с одним условием, чтобы эти карты включали во мне... Забыла слово. Воображение, как оно называется-то, это мышление, образное мышление, чтобы они включали во мне образное мышление. И что включат во мне, здесь я не могу сказать. С одной стороны, знаете, в колоды, которые я выбираю, я люблю, чтобы присутствовала некая такая эстетика, а с другой стороны, не всегда все красивые карты, все красивые колоды, они являются для меня рабочими. То есть, наоборот, иногда вот эта вот красота, она мешает. Здесь чисто интуитивно получается так, что я выбираю колоду. Но из всех оракульных колод, которые у меня были, некоторые мне дарили, я их всех раздарила, оставила только одну. Вы сейчас видите в зеркальном отражении, это колода Soul Card 2, есть Soul Card 1. Такая она рисунок, да. Это Дебораков, художница. Если я не ошибаюсь, а я могу ошибаться, то это человек, который, по-моему, работает с людьми психически, с психическими расстройствами, вот какие-то моменты, да, они рисуют. Хотя, по-моему, не точно так, то есть, ну, врать не буду, но что-то здесь такое. И у меня пока одна оракульная колода, как я уже сказала, все остальные я раздарила. Почему? Потому что они мне как-то вот, не знаю, не помогают. У меня такое ощущение, что они меня ограничивают. То есть, я бы предпочитала, например, у меня нет этой колоды, но я хочу ее приобрести. Второ, да, это сюрреалистическая колода. Вот она помогает включать именно воображение, да, такое вот, то, что можно представить, то, что можно додумать. Потому что именно вот такие моменты, да, в картах, они включают во мне видоизмененное состояние, через которое я могу получать информацию. Поэтому из оракульных у меня только вот эта колода. Вот, и я вам ее сегодня покажу. И у меня есть две метафорические. Это все о нем, да. Здесь есть колода карт с рисунками, тоже покажу. И к ним прилагаются вот такие вот треугольнички, в них написаны глаголы. То есть, служить, краски выпало слова. Здесь можно эти карты смотреть как по отдельности, да, а также можно вытаскивать и глагол каждой карте. И это тоже расширит трактовку карт. И колода про тебя, да, то есть это мужская и это женская. Вот, эти две колоды метафорических карт, мы сегодня их тоже быстренько просмотрим. Я с ними работаю. Причем одно время, когда я активно вела Инстаграм, у меня была игра сам себе Таролог. И я использовала эти карты. Ключевое было правильно задать вопрос. А дальше сами, условно говоря, участники интерпретировали увиденное, да. Я рассказывала как. В принципе, этот принцип я использую в трактовке второго. Тоже, может быть, расскажу о нем. Еще расскажу. Мои обзоры, они не направлены только на то, чтобы вам рассказать, показать карты. Они больше направлены на то, чтобы вы понимали, с какими колодами я работаю. И если я посчитаю, нужно в какой-то карте что-то дать, какую-то информацию, я ее дам. То есть такое, знаете, не совсем формат обучения, либо показа карт. И с другой стороны, не чисто показ карт, потому что можно найти на других каналах, а скорее всего поделиться чем-то, что я считаю необходимым на данный момент. Так, вот такое вступление. Значит, мы с вами будем смотреть вот эту колоду соокарт. Я ее когда впервые увидела на канале моего любимого Таролога, и это Виктория, Виктория, говорю, Вероника Никитенко. Это канал Центр Алхимия. Я очень люблю ее трактовки. И эта колода мне сначала показалась немножко странная. Она не всем понятная, но она, ну, по крайней мере, для меня рабочая. Я как раз на ней делаю то, о чем я вам говорю. То есть я включаю свое воображение. Например, здесь мы видим, да, что есть некое такое сердце, мужская и женская фигура. Все, мне этого достаточно для того, чтобы сонастроиться с картой и ощутить энергию. Так, я вот так буду ставить. Надеюсь, вам видно. Вот эта карта она мне напоминает. И вот эта карта не напоминает мне императрицу. Да, здесь мы видим девушку. Как-то вот она напоминает почему-то мне лебедя плывущего. Опять-таки, ассоциативный ряд. У каждого он свой. И на основе ассоциативного ряда, в принципе, идут трактовки по оракульным колодам. Она не совсем относится к категории для меня карт красивых. Но вот это, вы знаете, такой стиль немножечко акварельный. Когда нет четких линий, она помогает мне войти именно в видоизмененное состояние. Этот аркан мне напоминает императора. Вот такие, да, и такая цветовая гамма, как на камне. Да, и здесь получается, как будто бы цветок выходит из камня, прорастает сквозь трудности, сложности, поскольку это все-таки голова, да, стабильность, это вот ум. Поэтому у меня отсылка, да, о рождении чего-то нового из нашего ума. Вот такая вот. Здесь две фигуры. Темное и светлое, да, соединение, может быть, теневого аспекта. Этот аркан, например, вот эта вот карта сама за себя говорит, да, некая такая защита ребенка. Ребенок мне напоминает здесь солнышко, помимо того, что здесь вот как лучики такие, да, и сам цвет желто-оранжевый тоже говорит про отсылку ассоциативное к солнцу. Цвета для меня вообще в картах тоже имеет, цветовая гамма имеет значение. То есть оранжевый, да, здесь сочетание желтого и красного. Желтый всегда идет отсылка к менталу. Это про мышление, склоняется больше к оранжевому цвету. То есть вспоминаем буддистские монахи, они все носят оранжевый цвет. Вот это их одеяние, да, это как именно обучение, обучение чего-то нового. Зеленый цвет – это всегда стихия земли. Зеленый и коричневый – это вот поэтому все, что связано с плодородием, с изобилием, с неким таким, знаете, вот успокоением, расслаблением. Красный говорит у нас про активность, да, он также может говорить про страсть, про агрессию. То есть цвета, они тоже имеют свое значение. Дальше, на что я обращаю внимание, например, вот в этой колоде, это на то, какая часть лица открыта либо закрыта. Здесь мы видим левая вот эта вот сторона. В человеке она у нас, соответственно, за разумность, за мыслительный, за речь, за активность, да, за энергию янь. Вот, а здесь правая сторона, да, это больше за бессознательным. То есть это сознательное, это бессознательное. Здесь мы видим, что здесь за чернуют. То есть здесь человек больше с еще и закрытыми глазами, он обращен к своему бессознательному. Что он в этом бессознательном виде, да, вот здесь видят некую такую активность. Это напоминает мне перышки, да, голова. То есть мыслительный такой процесс, желание как-то вот проявиться, активно действовать. То есть вот я это вам расскажу, чтобы вы понимали, как я могу трактовать вот такие карты. То есть я обращаю всегда внимание на детали. Здесь тоже мы видим девочку, да, и она вот сердце и лебедь. Лебедь это про преданность, про чистоту, то есть через ассоциации, с чем ассоциируется у нас сердце. Этот аркан, он здесь мы видим, знаете, как женщину, да, у которой голова чайки. Чайка для меня это всегда про душу. И египетские боги, они изображались всегда с головами животных. Почему? Потому что у каждого животного, у него есть свое какое-то характерное качество, которое его выделяет. Там, например, сокол, у него яркий взор. Поэтому, если я не ошибаюсь, бог Ра, он вот именно с головой сокола. То есть четко умение видеть вещи насквозь, по справедливости. И вот в зависимости от того, какая голова какого животного, либо какой птицы была у бога, да, такой вот он имел характеристику. Поэтому здесь мы тоже на это можем обращать внимание. Причем такой интересный момент. Я не люблю таро, связанное, колоды таро, я уже говорила, связанные с животными. То есть неважно, тотемные, не тотемные. Я не люблю животных в колоде. Хотя, в принципе, если бы я приобрела такую колоду, я бы заморочилась, исключительно изучая повадки качества, свойства каждого животного для того, чтобы использовать это в трактовках. То есть я не просто покупаю колоду и начинаю с ней работать на интуитивном уровне. Я прикладываю еще усилия для того, чтобы изучить материал по колоде. Так, идем немножко быстрее. Чтобы посмотреть все. Вот здесь вот эта вот карта, да, то, что она выходит. То есть инструмент, каждый играет свою музыку, да. Здесь дыхание, вот этот вот глаз направлен. Голова смотрит наверх. Здесь изображение яйца, рождение чего-то нового. Вот такая, знаете, вот огонь, да. То есть из живота, движение. И здесь на уровне третьего глаза. Это мне напоминает для кого-то, может быть, дым, а для меня спираль ДНК. Вот такие карты. Наверное, в тишине я вам покажу. Это напоминает мне как-то вот отшельник, да. Либо напоминает иконопись, да. Вот нимф, как это все было нарисовано. А вот это вот часть напоминает, например, женские плавые органы, да. То есть как рождение. Ну, по крайней мере для меня. Эта карта очень позитивная, да. Солнышко, почему-то мне напоминает солнышко, знак вопроса, да. И человек радуется. Здесь ясное дело сердце. А вот эти вот прожилки, как у листочков. Вот так вот в тишине буду выкладывать вам карты. А вот этот аркан очень часто выпадает, да, на созидание, когда человек сидит, думает. Этот аркан мне напоминает аркан мага. А эта карта напоминает второго тота ион, аркан мира. Нет, не мира, высшего суда, да. Высший суд. Здесь очень интересно, да, человек закрывается и голова, да. Он как будто бы потерял голову, либо закрывается от каких-то эмоций, да. То есть здесь радуга. А здесь вот как-то отражение напоминает мне нашу землю, да. То есть голубую, с материками. Эта карта напоминает Прометея. Эта карта мне напоминает человека, либо ребенка, вы знаете, в иллюминате в этом, в самолете. Когда прикасаются дети, руки прикладывают, да, и начинает там рот укрывать, кривиться. Но это карта страха. Это карта глубины, да. Смотрите, здесь изображена женщина. Вот, и здесь человек протягивает только руку, плывет. Ну, вот эту девушку протягивает, да, как айсберг. Вершина айсбера, все, что находится в глубине, вот здесь вот, оно не видно. И человек здесь сидит и то ли он хлопает в ладоши, то ли он что-то делает, не совсем понятно. У меня ощущение от этого аркана, когда мужчина не совсем понимает свою женщину, чем она наполнена. И вот он как будто бы видит верх их взаимоотношений, а что скрывается на самом деле, он не видит. Но при этом здесь вот как будто бы корабль останавливается, да, то есть он боится ощущения того, что вот он боится эмоций, он боится погрузиться в свою любовь к женщине, хотя его очень манит. Эта карта напоминает пятерку жесла. Вот эта карта тоже часто выпадает. Это здесь как аркан смерти. И эта карта выпадает часто у меня. Вот эта тоже часто выпадает. Здесь мы видим, как будто бы человек хочет вырваться из паутины такой, да, что-то вот его сдерживает, не может. Это как уцелители, которые свет направляют на пространство. Вот еще одна голова, да, здесь мы уже видим другой глаз закрыт, а вот здесь разумность, поэтому красный цвет, активность, да, пассивности нет. Когда голову снесла, это фантазия напоминает семерку кубков. Здесь подглядывают, да, как-то вот в замочную скважину, и вот эта замочная скважина в виде человека изображена. Здесь тоже интересно, видите, голова, круговорот, да, здесь как будто бы рот открыт, вот нос, глаза, человек хочет вырваться. Здесь он как будто бы подглядывает. Вот такая была колода. Я извиняюсь, если я так быстро, вы, в принципе, можете в интернете посмотреть все карты, еще расскажу. Мне тут цели вам их показывать просто о том, как работают. Так, мы с вами переходим к метаворическим картам. Так, все о нем. Здесь я уже говорила, да, у нас есть глаголы, такие глаголы, как, например, служить, обвладевать, договариваться, стареть, расти, действовать. В принципе, знаете, если умеешь включать ассоциативный ряд, да, то можно работать просто с глаголом. Ну, например, зададим вопрос, как человек относится ко мне, да, вот вытаскиваем. Защищать, да, то есть здесь надо чисто интеллективно просто понять, либо нам надо защищаться от этого человека, либо он желает нас как-то защитить. Если защитить, то от кого, от чего? От того, что мы отстраняемся, да, глагол отстраняться. То есть, в принципе, можно, используя глаголы, тоже трактовать. Так, смотрим метафорические карты, психологический инструмент. Выкладываю и параллельно я буду вам говорить. Значит, как мы играли? Задавали вопрос и выпадала карта. Я всегда говорила, первое, допустим, как человек опять относится ко мне, да, вытаскиваем карту, выпадает вот эта карта. Какое у вас общее ощущение, да? Нам нужно расслабиться и ощутить свою реакцию. Есть ли какое-то напряжение, есть ли какая-то тревога, да, то есть внутреннее состояние, это реакция на тот или иной аркан, на ту или иную карту. Далее мы обращаем внимание на, на что у нас здесь падает глаз, да. У кого-то, может быть, на человека обратил внимание, что он ходит, да. Кто-то, например, здесь обращает на человека, который сидит на кровати. Кто-то обратил внимание на дракона, который вылазит из-под кровати. Кто-то на паука, на инопланетяне. То есть здесь в зависимости от того, на что падает ваш глаз. Я задаю следующий вопрос. То, на что вы обратили внимание, на что это похоже. Как это вот состояние, либо ощущение, на что оно напоминает вам из прошлого. Здесь люди могут вспоминать и говорить о том, что вот ночью я в детстве, например, боялась. Либо меня кто-то там напугал и все такое. Какое это отношение имеет к тому, что, к нашему вопросу. К нашему вопросу, как человек ко мне относится. Этот человек вызывает у меня ощущение именно тревожности. Почему? Потому что в той ситуации, которая у меня была в прошлом, меня напугали. Поэтому я боюсь этого человека. Этот человек меня пугает. Дальше мы можем разбираться в зависимости от детали, почему меня этот человек пугает. То есть какой элемент здесь в этой карте может говорить, рассказывать. Что я там, не знаю, не смогу уйти. Либо я боюсь, что он как вот эта вот мама меня оставит. И, значит, я боюсь расставания. То есть здесь вот такие вот психологические моменты. Здесь изображены в основном фигуры мужчин, потому что это мужская колода. С ней очень интересная работа. Здесь, например, вот на этой карте мы видим три фигуры. То есть король, тот, кто служит и маленький ребенок. Но здесь король, так как он сидит, мы обращаем внимание, что он привязан. Да, кровь есть и непонятно, чья это кровь. Мы видим здесь ногу, да, след. То есть кому это принадлежит. Здесь, например, ребенок боится, что может быть вообще того, что случилось. Либо что его как-то накажут. То есть с кем вы себя ассоциируете. Такой вопрос тоже на карте всегда есть. С кем вы себя ассоциируете с главных героев. То есть не только люди, это может быть с кровью, которая разлилась. Кровь что означает, да, каждая фигура что означает, отсылка к чему. Ну кровь, это, например, про родство. Как вариант. Либо как жидкость, что-то очень важное, значимое. Потому что это часть нас. То есть вот такие интерпретации тоже могут быть. Поэтому метафорические карты, они напоминают в некой степени оракульные. То есть если вы хотите рассматривать карты, вы можете ставить на стол и посмотреть карты. Вот. И мы потом посмотрим такую же. Вот этот аркан, я прям, аркан говорю, вот эта карта, да, с мужчиной, она мне очень нравится. Вот. Возможно, потому что, не знаю, он красиво нарисован. Возможно, потому что мой партнер, блондин. Вот. Здесь по-разному. Почему выбираешь, да? Какие-то карты больше цепляют, а какие-то меньше. То есть то, что связано, вот здесь у нас на коробочке эта карта, то, что связано, имеет отношение к нам. То есть мы всегда замечаем то, чем мы наполнены сами. Обращаем на это внимание. То, какого опыта у нас нет, каких понятий у нас нет, мы это не заметим. Мы пройдем мимо. Вот. Поэтому иногда, если у нас нет опыта быть счастливым человеком, либо богатым, но мы хотим стать таковым, а мы никогда не будем замечать богатство, мы никогда не будем замечать счастье. У нас нет такого опыта. Нам надо осознанно создавать эту модель. Это обращает внимание. Ну, вот это вот напоминает очень тройку кубков. А это напоминает у меня двойку пендакли, да, когда мужчина не то чтобы выбирает одну из двух, да, либо аркан влюбленных, а в плане того, что баланс. Причем вот в данный момент я не вижу, что здесь выбор между одной женщиной и другой. Я вижу, например, как сбалансировать качество более активное, так как у девушки здесь короткая стрижка, а здесь длинная, да, с яньской, яньской энергией, да, вот для меня это, например, про это. И сразу глаз упал на сферу. Кто-то из вас мог вообще ее не заметить. А сфера как символ целостности. Атлант, который держит небо. Здесь, например, по этому аркану, зная мифологию, можно трактовать, использовать трактовки. В колоде эпического таро, когда я буду делать обзоры, там тоже есть такая карта аркан, напоминающая вот как раз-таки такого робота, да, здесь мужчина сидит, он руку сломал левую. Я всегда обращаю внимание на левое, правое, да, то есть та рука, которая связана с нашим бессознательным. И он вот здесь работает только правый, то есть акцент делает на ум, поэтому вот и робота изображен, да, то есть как разумная часть. Здесь вот свалили все на человека. Здесь отражение. А вот эта карта выпадает всегда как на эмоции, да, то есть здесь вода, и невзирая ни на что, прям поглотила эмоции, но человек ищет выход. Эта карта напоминает мне Иерафанта. Любовь страстная. Вот. Вот такая была и колода. Это все о нем. Есть много разных. Есть русский сайт, я не помню, как он называется, на котором продаются только метафорические карты. интересные, в них есть такие буклеты, в которых не дается описание карт, потому что ясно сделала, что это метафорически чисто образное восприятие. Но есть такие расклады, например, как фантазия. А вот у меня был недавно расклад фантазии, вот я его отсюда взяла, да, там, где говорится, например, придумайте некое такое существо. Вот вы вытаскиваете карту, и вот на что она вам похожа, на какое существо. Мне напоминает эта карта некого такого медведя. Не спрашивайте меня, почему медведь, да, это мой ассоциативный ряд. И дальше вы задаете вопрос, где это существо живет, да, его пол, возраст, чем занимаются. Здесь для меня мужчина такой зрелый, около 50, да, вот. Почему? Опять-таки не знаю. Это внутренние такие ощущения. Пытайтесь почувствовать его, какое он, какое это существо. Найдите в колоду карту, которая наилучшим образом отражает это существо. То есть если бы вы были на приеме, да, то здесь надо было вам просмотреть все карты и сказать, вот какая вот эта вот отзывается. Есть ли какие-то качества, которые бы вы хотели себе перенять от этого существа. То есть здесь есть вот такие мини-раскладики, которые можно пользоваться. Я для себя нашла еще три колоды, такие метафорические, которые я хотела бы приобрести. Вот как только с границами все определится, и я смогу их получить, потому что почта не работает. Вот, эта карта колода, по-моему, рефлексия, и уроки души, и еще что-то. Не помню, какая колода. Вот они у меня отмечены. Я бы с ними тоже поработала. Теперь смотрим, значит, колоду про тебя. Здесь женские фигуры. Это часто тоже всплывает вот с этой. Да, прям вот именно психологические аспекты, когда обрывают, прям крылья, да, отрезают. Здесь, наоборот, крылья дается. Для меня это карта про поддержки, про травмы. Это аркан мага. Это, например, шестерка жеслов. Мои ассоциации, да, этих карт. Это пятерка кубков. Это, возможно, двойка кубков. Тройка кубков предательства. Ну, то есть, у меня какие-то вот такие ассоциации идут прям по свободу. Зная мифологию про Пегаса, как он родился, тоже можно использовать эту трактовку. Это вот про тшельника почему-то мне идет. Это десятка пендаклей. Еще раз скажу, я быстро просматриваю. Вы можете ставить на пау, чтобы рассмотреть карты. Если у вас будет желание, да, какой-то вот расклад посмотреть, именно там, где я показываю карты, да, есть идея. И чтобы я поработала на метафорических картах, напишите. Это аркан справедливости для меня ассоциируется. Я сделаю вам расклад на метафорических картах. Но не просто как расклад, но и показать, допустим, на что я там обращаю внимание. Такое больше, скорее всего, ну, в стиле опучающего. Это король мечей. Есть в колоде Николета Чиколи. Напоминает вот именно вот этот аркан. Мы видели в мужской, там, где на ребенка навалилось много ответственности, да. Кубок, вся семья. Здесь вот женщина такая. Вот эта карта, что на коробочке. Подсматривать друг с другом. Травмы прошлого, да, укусы, недоверие. Друг предал, предательство. Это как семерка кубков, мечты. Вот, родители отрезают. Видите, крылья подрезают. А в другой момент, например, сейчас я так вижу. А в другой момент здесь мама там, либо кто-то, женщина подметает. Я могу это сказать, что наоборот, пришивай, да, либо что-то делай такое, как-то вот изменяй. Все зависит от состояния тоже, в каком я нахожусь. Вот здесь, например, девушка, она не полностью. У нее нет ног нижней части, да, то есть нету заземленности. Человек как будто бы витает в облаках. Нету проявления в материальном плане. То есть такие моменты я тоже обращаю внимание. Помимо цветовой гаммы, ощущения, какие вызывают у меня карты. С чем ассоциируется, как изгой, да, ассоциация. Это вот аркан мира в Николе Тачколе тоже есть. Аркан мира, такой шар. Вот, и здесь идет разрушение. Выйти из, не знаю, из каких-то своих границ, да. То есть я работаю для меня. Я не могу понять, в чем разница метафорических карт и этих, как они называются-то, боже мой, оракульные. Вот, я предпочитаю больше метафорические. Ну, на них больше изображений, и мне проще как-то входить в состояние и трактовать. Вот, поэтому если выбирать оракульные и метафорические, то я выберу метафорические. Вот такой обзор был. Пишите вопросы, если у вас есть какие-то свои предложения, идеи. Что могу, отвечу. До новых встреч. Пока-пока.